Вместе с Хайнс мы собрали коллекцию любимых рецептов с майонезом. Для закусок, салатов и горячих блюд лучший и бесспорный выбор майонез Хайнс. Густой, безупречно белый, с нежным бархатистым вкусом, он также идеален для выпечки. Это может быть только Хайнс. Готовлю любимое многими с детства печенье Хризантема. Это рассыпчатое, нежное песочное печенье по рецепту наших бабушек. Одно яйцо, отправляем в миску. Туда добавляем сахарный песок. Сахар должен немножко раствориться и масса должна побелеть. Ванильный сахар, чтобы у печерек был вкусный, приятный ванильный аромат. Опа! Затем сода. Соду нужно погасить кислотой, либо уксус, либо лимонный сок. Сейчас разрыхлители всякие есть, но раньше всегда делали вот таким вот образом. Просто гасили соду, и печеньки получались рассыпчатые. Перемешиваем так вот чуть-чуть. Дальше все это тщательно еще раз перемешиваем. В песочное тесто обязательно идет сливочное масло. Масло должно быть комнатной температуры. Мягенькое, вот такое вот. И оно должно просто равномерно перемешаться в тесте. А теперь самый главный ингредиент теста для наших рассыпчатых красивых печеней. Майонез Хайнц. Печенье Хризантема делается только с майонезом. Именно благодаря майонезу оно получается необыкновенно нежным и буквально тает во рту. Все нежные воспоминания теста сосредоточены вот в этом вкусе. Все. И последний ингредиент, финальный. Это мука. Всыпаем частями можно добавить, а можно и всю сразу же. А теперь руками. Смотрите, какая консистенция. Видите, оно как бы мягкое, такое нежное. Классно пахнет. Ну, ванилькой. А чтобы сделать из теста Хризантемы, его надо охладить. Оп. Печенье мы будем прокручивать через мясорубку. Поэтому вот у нас мясорубка. Дальше нам нужен вот такой противень из духовки или из пергамента. И достаем из холодильника наше остывшее тесто. Теперь можно с ним делать все, что угодно. Оно нам нужно именно плотной консистенции, потому что дальше мы его будем прокручивать через мясорубку. Оп. Самое время сейчас позвать детей, потому что детям будет очень прикольно участвовать в этом процессе. Сейчас тесто прокручиваем через мясорубку. У нас получаются такие червячки, и мы их в виде печенек выкладываем на противень. Смотрите. Оп. Сюда. Оп. Сюда. В конце немножко можете его подправить, где-то краешки там подпрессануть. Все. Отправляем печеньки выпекаться в духовку. Всего 15 минут и достаем хризантемы. Ох. Какой аромат стоит на всю кухню. Вот они, наши красавицы. Печеньки-хризантемы. Аккуратненько выкладываем такой букетик хризантем на тарелочку. Берем сисечко, ложечку и посыпаем сахарной пудрой. Ай, красиво как. Ммм, ну что же ты за радость-то моя такая вкусная, а? Ммм, просто нежный-нежный. Просто прямо рассыпается и тает во рту. Вот такое чудо можно приготовить с майонезом. Рецепт на все времена. Печенье получилось таким нежным, рассыпчатым и тающим во рту благодаря майонезу Хайнс. Густая консистенция, бархатистый вкус. Вот качество идеального майонеза. Это может быть только Хайнс. Продолжение следует...